всем доброе утро у нас наконец-то спокойное утро без ветра ну конечно есть небольшой но не ураган может быть потеплеет даже будем надеяться что весна все-таки хорошая такая весенний придет мы будем ей радоваться я сейчас пойду на работку и хотела вот вам показать какое у нас утро я закончила работу написано что дорога это перекрыто но мне клиентка сказала что ведь ничего здесь не перекрыто все здесь открыто она вчера ездила и все нормально было поэтому я сейчас поеду тоже чарль уже в предвкушении прогулки своей сейчас прикол будет если я вы спущусь ай ой ой уже страшно уже страшно окули ну да что-то тут строят что-то тут делают в общем но я думаю проехать можно можно если осторожно к лету готовится в общем мы уже проехали пошел назад едет или это но в общем да проехали так вот чарли всегда начинает подбывать подбывать когда мы подъезжаем к пляжу не знаю может быть он его чувствует или чё по запаху мы всегда когда к пляжу подъезжаем он начинает и это потому что я его не разрешаю иначе бы он тут такой бой поднял в общем вроде бы погода хорошая ветра нет море было спокойно я сегодня вообще по голоком по европе поработала быстро поела быстро опять на работу опять с работы и вообще даже снимать было некогда и нечего в принципе то потому что ну все субботу все субботу идут вообще пятницу вчера было но не тишина как бы сказать так но и не прям вот народов дофига а сегодня все как эти на в церковь на службу собирается на завтрашний все пойдемте на пляж так пахнет свежестью классно только знаете чем осенью вот иду дома очки брать или не брать но уже не взяла все чали в травку полетел в общем друзья я всех хочу вас поздравить с наступающим 8 марта женщин всех всем отличного весеннего настроения мужского внимания ну или какого там хотите в общем чтобы у вас всегда было все по-женски скажем так и в испании 8 марта как бы не отмечают есть праздник он называется женский так сейчас скажу деда нас мухерестра вахадорас день работающих женщин и по сути мы все привыкли как нам школе рассказывали да потому что все идет из школы школьные знания что 8 марта это женский день что там надо цветы дарить женщинам и что их там надо в этот день как бы не знаю как внимание уделять им но на самом деле я об этом только в испании узнала представляете что это не совсем так что это не совсем уж такой вот женский день каким нам его представляли а что это в этот день все женщины ну не все я не помню где в прошлом году рассказывал более подробно что женщины встали на защиту своих прав и 8 марта они просто пошли как говорится бунтарем защит отстаивать свои права вот равноправие чтобы типа чем и хуже две ноги две руки все одинаково а нас ущемляют ведь раньше ведь женщинам не водить машину не учиться ничего нельзя быть я как только представлю если бы могла родиться в те времена я бы наверное не знаю я бы уже в тюрьме сидела потому что я знаете не я не защитник там какой-то яростная вот тоже против того когда вот женщины прям вот напором идут там типа доказывать там я не я попа не моя в том числе и вот товарищи которые как это сказать нетрадиционной ориентации мне как бы порабану то кто чё но вот это вот показано всеобщее обозрение как бы сильно привлекать внимание ко всему этому я тоже за это не за можно как-то нет раньше как бы да нужно было просто принимать такие меры когда надо было поставить точку и сказать что все мужики уже не хер вам пользоваться женщины потому что женщины работали дофига а как бы были никем да и сейчас случае еще остались в некоторых странах такие традиции траки такие не знаю таки таки от такое отношение к женщинам что я просто не представляю меня вы даже знаете как дома равноправие в общем даже с мужем ты живешь так же как и я да если я не хочу помыть посуду сегодня то взял ее и помог помыл он принципе тоже за это как бы ему не лень помыть посуду или там есть женская работа и мужская работа да я в этом с этим согласна но только в том плане что в физическом хотя знаете я вот спортзале смотрю и у нас когда силовые упражнения там женщины поднимаю под ним многие женщины поднимают больше веса чем мужики поэтому тоже но это как бы об этом можно говорить собаки большие в общем кто понял тот понял хотя я не о том я о том что 8 марта в испании не отмечают а обычно идут разные митинги или как это не протесты просто женщины все равно есть небольшое равноправие между мужским полом и женским в частности в зарплате знаете зарплата почему-то у женщин меньше чем у мужчин на той же самой работе с чем это связано я не понимаю думал телефон мой и вот иногда нужно все таки как говорится вставать и доказывать что я такая же как и мужик да в том плане что ну да что женщины не могут сделать мне кажется они все могут сделать что так а так это мой телефон знаете иногда если инстаграм не выключишь смотрите телефон выключенный инстаграм не выключит и он продолжает как бы херашить по-своему то есть надо выйти от него конкретно в общем да 8 марта для меня как бы не навевает никакой ностальгии по по цветочкам праздникам я вообще человек знаете такой что мне не нужны вот это вот особо внимание к моей персоне как женщине там цветы какие-то дарить мне тоже не надо шоколадки не надо ни конфеты не надо сама пойду и куплю да просто мне я такой что любить меня как человека как говорит у меня знаете какой девиз как это как это перевести ты получишь что то что что ты дал то есть сначала да я потом жди взамен вот так если вы меня поняли и я не могу ждать допустим от человека чего-то того что чтобы я сама не могла ему дать ну вы меня поняли да если я кого-то люблю то меня должны любить если меня не любят то я не буду не буду как бы стараться полюбить этого человека очень не люблю когда за мной кто-то идет и впереди когда меня тоже не идут поэтому я уже почти остановилась они меня все еще не обходят смотрите у нас какой море на сейчас вам подняла внимательнее покажу вот поэтому я не жду какие-то цветы какие-то да и вообще в испании цветы на 8 марта никто никому не дарит ничего не стоят ждут меня не пойму не может быть они у меня посниматься хотят вот я иду и они все стоят и ждут пока я до них дойду зачем в общем не отмечают 8 марта но вас я поздравляю потому что я знаю что вас в россии 8 марта отмечают как женский день кстати 8 марта мы будем завтра отмечать девчонками соберемся с мальчишками то есть мужьями и пойдем вон в тот ресторан мы там забронировали себе место вот видите парочка тоже идет ничего страшного вот забронировали там место будем завтра здесь чем-то там кушать мы там были летом с моей сестрой двоюродной если вы помните она приезжала с семьей было очень вкусно и здорово там даже терраса открыта не знаю где нам стол накроет нас будет много вот поэтому по русским традициям в испании на русские традиции ну что нужно как говорится все праздники отмечать и здешние и тамошние если надо там и французские отметим и китайский новый год отметим был бы повод хотя мы можем и без повода вы знаете так где моя собака там где-то нюхает в общем вот так будем завтра отмечать гулять мы 23 февраля отмечали ой либо же бы погулять а там по какой причине или почему не важно я сейчас приеду домой пойду буду красить голову нужно быть красивой к завтрашнему дню ну вообще я собиралась краситься еще на той неделе вам говорил об этом думаю вот ехать не ехать за фруктами или наверное может быть в понедельник съезжу наверное в понедельник съезжу потому что все в один день слишком круто даже вот смотришь на море и даже не представить себе трудно что каких-то буквально вчера и позавчера здесь был огромный шторм видите волны до куда были видно да в общем покрасилась буду голубая луна но нет не буду голубой ну может и буду пару дней тех фиг его знает в общем умываясь мицеллярной водой умываясь сегодня что-то решила мицеллярку обязательно надо смывать несмотря на что на то что производители пишут что нет не надо смывать надо смывать потому что в ней находятся мыльные средства видите пеница которые остаются на вашей коже и мицеллярные частички тоже остаются на коже и это не есть хорошо поэтому ее лучше смыть ничего не стоит смыть просто водой правильно или неправильно конечно же правильно помада мне термоядерный от нореаль который не смывается мы ее с моим средством для глаз которая двойной и из и фраше редко но метко пользуюсь когда не охота водой знаете смывать сначала накладываю чтобы размочился глаз а потом уже снимаю аккуратненько чтоб все ресницы остались на месте не пострадали все смываем также со производим со вторым глазом накладываем ждем и начинаем смывать чтобы не по сухой знаете как наждачкой по одному месту хрысь 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 и все прекрасно смывается я потом еще масочку нанесу вот такой от сепфора сепфора и усе надо же готовиться к завтрашнему дню быть красивыми для фоточек в инстаграм кто не подписан подписывайтесь в инфобоксе есть информация как меня найти в инстаграме там есть разные фоточки stories снимаем с морюшка в общем буду дальше делать все свои процедуры это средство для глаз очень хорошо отмывает стойкую помаду буквально за два счета ватных дисков море уходит и ни хрена не вижу так как здесь масло ни хрена не вижу но мы сейчас все это водой смоем и будет все замечательно так вот вот такой вот у меня уход не каждодневный потому что вы знаете что я умываюсь а еще и нанесу потом тоник тоник у меня 90 процентов натуральный в пряморе брала вот я спортзале умывалка у меня есть кстати самая лучшая умывалка это и дала какие я все перепробовала но вот это умывалка вообще супер смывает все зашибись и но это понятным языком чтобы не выпендриваться знаете в общем вот я в спортзале с этой умывалкой умываюсь потом наношу тоник и по дороге масочку когда домой иду масочку наношу такой вот у меня уход у у я времени засекла во сколько я накрасилась а это все что я купила в лидере вот такие печеньки овсяные были были есть 3 евро здесь 630 грамм 3 евро я одну же слопала попробовать еще так вкусно молоко соевая обычная я каши люблю только на обычном молоке а каши я каши я люблю особенно манна это моя любимая каша манна вкусняшка знаю что в ней ничего полезного но это же вкусно яйца на сегодня у меня будет персики на ужин персики что-то так захотелось уже фрукты никакие не хочется но я взяла три яблока красных вот и они естественно ничем не пахнут и что-то вот уже обожрались наверное всего хочется кого хочу не знаю кого знаю не хочу в общем персики воду сегодня ужинать пойду заточу парочку пока все эта красота действует на мне как я и говорила я я под цвет своего халата ну ничего она смоется через несколько помывок и останется приятный голубой цвет вы знаете мне я могу голубой розовый ходить мне нравятся разноцветные цвета вот поэтому будем ходить пока голубой ем яблоко это знаете как есть хоть хочется жрать съешь яблоко а если тебе не хочется яблок значит ты не хочешь жрать вот так вот так удобно лежит вообще чтоб я также будем с вами прощаться до завтра не забывайте подписываться потому что завтра я буду следить за своей камерой то вы знаете она мне по воскресенье может глючить особенно когда интересные влоги снимаются в общем я буду внятно и достоверно следить за камерой чтобы она все снимала встретимся с вами завтра всего самого лучшего еще раз с праздниками всем пока пока